Дорогие ребята, здравствуйте! Меня зовут Катя, я преподаватель компании Smarty Kids, и сегодня мы с вами начинаем курс уроков «Читаем летом». Он проходит в рамках федерального проекта «Культура для школьников». Партнеры нашего курса – Министерство культуры России, Министерство просвещения России и компания Яндекс. Итак, начинаем! Курс «Летнее чтение» ориентирован на повышение интереса к чтению, знакомство с программными произведениями художественной литературы и развитие основных интеллектуальных качеств – мышление, память, внимание, воображение и речевые навыки – чтение и слушание. Наши уроки будут разделены на посещение нескольких комнат нашего разума. Первая комната – кинезиогимнастика. Чуть позже я расскажу, что это такое и как мы будем с этим работать, но уверена, что вам это очень понравится. Следующая наша комната – Воображариум. Тоже расскажу о ней позже, но забегая вперед, скажу, что в ней вам откроются секреты потайной комнаты. Все больше и больше секретов, но ключи к этим секретам вы найдете постепенно, и это окажется увлекательным путешествием. Из комнаты Воображариум мы попадем в тихий и уютный читальный зал, как в настоящей библиотеке, где так таинственно шелестят страницами множество сказок, поэм, романов и даже научных работ мудрейших. В этом зале мы будем не только читать, но и немного размышлять, благодаря чему попадем в зал Мышлениум. В этом зале вас ждут полезные задания, благодаря которым каждый из вас запомнит все прочитанное за лето, и в школе вы покажете высший класс. И вот она, потайная комната. Что это за комната? А ключ к ней уже у вас в руках. Да-да, этот ключ вы получили в самом начале нашего занятия. Кто же из вас найдет ловко его в своем кармане? Проверим, как только дойдем до этой комнаты. Ну что, вперед, мои друзья! Перед нами открыты двери первой комнаты. Итак, кинезиогимнастика. Что же это за мудрое такое слово? И для чего нам постигать эту науку? Кинезиогимнастика синхронизирует работу двух полушариев мозга, облегчает процесс чтения и письма, улучшает мыслительную деятельность, повышает стрессоустойчивость и улучшает память и внимание. Ну и, конечно, снимает эмоциональное напряжение. Вы готовы вместе со мной сделать упражнение, которое называется «Цепочка»? Тогда начинаем! Итак, ребята, для выполнения этого упражнения нам с вами понадобятся наши ручки и пальчики. Готовы? Тогда начнем! Поочередно мы будем перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем последовательно указательный, средний, безымянный, мизинец. И в обратном направлении. Мизинец, безымянный, средний, указательный. А теперь мы сделаем с вами то же самое, но на левой руке. Готовы? К большому пальцу мы присоединяем указательный, средний, безымянный, мизинец. И в обратном направлении. Мизинец, безымянный, средний, указательный. А теперь попробуем сделать это же упражнение, но на двух руках одновременно. Итак, я не сомневаюсь, что у вас получится. Можете сбросить чуть-чуть ваши пальчики, чуть-чуть ручками потрясти. И мы начинаем с вами. К большому пальчику мы присоединяем указательный, средний, безымянный, мизинец. В обратную сторону идем. Мизинец, безымянный, средний, указательный. Что, готовы попробовать сделать это быстрее? Давайте попробуем сделать это в максимальной скорости. Готовы? Начинаем. Мизинец, безымянный, средний, указательный. Указательный, средний, безымянный, мизинец. Ну что, получилось теперь? Молодцы, здорово, хорошо. Тогда продолжаем и идем дальше. Итак, когда мы читаем с тобой разные книги, тексты, нам хочется как можно лучше их запомнить. Но память-то у всех разная, и ее можно тренировать. На наших занятиях мы будем учиться запоминать то, что читаем, создавая в воображении образы, картинки. Наверняка ты сталкивался с тем, что во время чтения чего-то интересного и увлекательного картинка как бы сама возникала в твоей голове, и тебе могло показаться, что ты не книгу прочитал, а посмотрел кино или мультфильм. В этом случае прочитанное запоминается лучше. Давай потренируемся запоминать разные интересные факты. Как же все это работает в нашей с тобой комнате, и как активировать ее волшебные свойства? Давай узнаем с тобой вначале интересный факт, потом узнаем, как эффективно запомнить всю информацию, и создадим образы для лучшего запоминания. Итак, готов приступить? Тогда факт номер один. Высота самой большой книги 2 метра, а ширина 1 метр, и она хранится в музее. Нам с тобой нужно запомнить главное, книга очень большая. Сравним ее с человеком, она будет выше взрослого. Ее ширина 1 метр, это почти дверной проем. Попробуй представить себе дверь к книгу, ее можно открывать и закрывать. Это очень удачный образ. Запомнил? Тогда поехали дальше. Факт номер 2. У осьминога три сердца. Это невероятно, но это факт. Давай мы с тобой сейчас немножечко пофантазируем. Давай представим, что у нашего осьминога есть три жизни. Или, например, он может любить сразу троих. Здорово? Тогда в твоем образе обязательно должны быть осьминог, сердце и число 3. Ну что, получилось? Здорово, тогда двигаемся дальше. Факт номер 3. Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть. Легче всего представить крокодила с камнями в животе и обязательно в воде. Ведь надо запомнить не только, что они глотают камни, но и для чего. Они их глотают и глотают. Живот у них все растет и растет. И так и тянет их ко дну. Крокодил уже объелся камнями, но ему все глубже и глубже хочется нырнуть на дно. Глотает камни и погружается все глубже и глубже. Здорово? Ну что, тогда в конце занятия тебе будет нужно вспомнить все три этих факта. Итак, мы научились создавать образы. А это значит, что теперь, читая, мы можем фантазировать, представлять все, что мы прочитали. Ой, а мы с тобой оказались в читальном зале. И здесь нужно соблюдать тишину, шелестеть страницами книг и знакомиться с историями героев. Сегодня мы узнаем и услышим и даже погрузимся в невероятную историю Незнайки и его друзей. А рассказал нам о ней Николай Носов. Нас ждут приключения Незнайки и его друзей. Я попрошу тебя приготовить ручку и тетрадку. Если сейчас у тебя их нет под рукой, ты можешь остановить видео. Я тебя подожду. Ну что, ты взял уже тетрадку? Тогда продолжаем. Сейчас перед тобой появится текст на экране. Он разделен на несколько уровней. Первый уровень для выпускников первого класса. Второй уровень для выпускников второго класса. Третий уровень для выпускников третьего класса. И четвертый уровень, соответственно, для выпускников четвертого класса. Ты самостоятельно можешь выбрать уровень. Мой тебе совет, не просто читай, а рисуй у себя воображение события, которые изложены на экране. Затем вспомнить этот текст будет гораздо проще. Точно так же, как и интересные факты, которые мы запоминали про кокодилов, осьминога и самую большую книгу. Ты можешь прочитать этот текст самостоятельно, а можешь прочитать вместе со мной, потому что я, так же, как и ты, очень люблю эту книжку. Ну, хорошо, сказала Синеглазка. Вы не про драку, а про воздушный шар рассказываете. Ладно, согласился Незнайка. Они, значит, подрались, а мы залезли в корзину. Я сказал речь. Дескать, летим, братцы, прощайте. И полетели вверх. Прилетели наверх. Смотрим. А земля внизу. Вот не больше этого пирога. Не может быть, ахнули малышки. Вот не сойти мне с места, если я вру, поклялся Незнайка. Да не перебивайтесь, досадость, сказала Синеглазка. Не мешайте ему, не станет он врать. Правда, не мешайте мне врать, то есть, тьфу. Не мешайте говорить правду, сказал Незнайка. Рассказывайте, рассказывайте, закричали все хором. Так вот, продолжал Незнайка, летим, значит, выше. Вдруг бум! Не летим выше. Смотрим, на облако заскочили. Что делать? Взяли топор, прорубили в облаке дырку, опять вверх полетели. Вдруг смотрим, вверх ногами летим. Небо внизу, а земля вверху. Почему же это, удивились малыши? Закон природы, объяснил Незнайка. Выше облаков всегда вверх ногами летают. Прилетели на самый верх, а там мороз, тысяча градусов и одна десятая. Все замерзли, шар остыл и стал падать. А я был хитрый и заранее велел уложить в корзины мешки с песком. Стали мы мешки бросать. Бросали, бросали, не стало больше мешков. Что делать? А у нас был малыш по имени Знайка. Трусишка такой. Он увидел, что шар падает и давай плакать. А потом как сиганет вниз с парашютом и пошел домой. Шар сразу стал легче и опять вверх полетел. Потом вдруг опять полетел вниз. Да как хватит о землю, да как подскочит, да снова как хватит. Я вывалился из корзины, трах голову о землю. Увлекшись, Незнайка стукнул кулаком по столу и попал по пирогу. Из пирога так и брызнули во все стороны начинка. Вот такой забавный отрывок мы с тобой прочитали. И теперь мы покидаем читальный зал. Постарайся вспомнить, какая следующая комната нас с тобой ждет. В этой комнате мы будем выполнять разные задания и обязательно думать, как их делать. Комната называется мышлениум. И первое задание, которое ты увидишь, звучит так. Укажи номера слов, которые встречались в тексте. Запиши, пожалуйста, в своей тетрадке задание номер один. Поставь видео на паузу и спокойно выполни задание. Обрати внимание, что задание тоже разделено по уровням. Если ты успел прочитать весь текст, то ты справишься со всеми заданиями. Если ты прочитал текст только первого уровня, то выполняй задание первого уровня. Если прочитал текст второго уровня, то ты молодец и выполняй задание второго уровня. И так далее. Хочу обратить твое внимание, что в тетрадку слова записывать не нужно. Нужно записывать только циферки, номера слов, которые встретились в прочитанном тобой тексте. Так, ну что, я хочу для тебя немножечко прочитать слова. Голубоглазка, ссора, незнайка, корзина, братцы, пирожное, туча, топор, мороз, парашют, пшено, начинка. А сейчас тебе будет нужно самостоятельно сделать проверку. Посмотри, пожалуйста, на слайд, где отмечены плюсики, там верно, где минус, этих слов в тексте не было. Итак, проверь, пожалуйста, и обязательно запиши, сколько ответов ты дал правильно. Ты можешь дать правильно 12 ответов. Если ни разу не ошибся и отметил все слова, то у тебя будет 12 правильных ответов. А если ты работал на другом уровне, то у тебя будет другое количество верных ответов. Например, если ты работал на уровне 1, то у тебя будет 6 правильных ответов. На уровне 2 – 8. На третьем – 10 правильных ответов. Давай я назову номера правильных ответов, которые ты должен был выписать. 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 12. Молодец! Думаю, это было не тяжело, и мы можем приступать к выполнению следующего задания. Задание 2. Запиши его в тетрадь. Расставь номера предложений в том порядке, как они были написаны в тексте. Но не забудь, что можно использовать паузу при выполнении заданий. Проверь себя и обязательно запиши, сколько у тебя правильных ответов. Номера предложений в хронологическом порядке. 3, 1, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8. Здорово! Молодец! Задание номер 3. Запиши его тоже в тетрадь. Попробуй соотнести предложения и понять, были ли они основной мыслью текста. Ну что, время проверить тебя? И обязательно, пожалуйста, запиши, сколько у тебя правильных ответов. Какой же ты молодец! И нам с тобой пора немножко развлечься и переключить свое внимание. Сделаем с тобой пальчиковую гимнастику, которую делали в начале занятия. Готов? Хорошо! Вспоминаем, что мы с тобой делали. Мы брали с тобой правую ручку и соединяли поочередно большой пальчик с указательным средним безымянным мизинцем и в обратную сторону мизинец безымянный средний указательный. Ну что, поехали быстро это сделаем вместе с тобой? Говорить не буду. Ты уже помнишь все сам. Поехали? И в обратную сторону. Супер! Молодец! А теперь сделаем то же самое, но на левой руке. Итак, сначала говорю. К большому пальчику. Указательный, средний, безымянный, мизинец. И в обратную сторону. Мизинец безымянный, средний, указательный. Ну что, а теперь быстро и я говорить не буду. Готов? Поехали! И в обратную сторону. Полетели, полетели. Быстро, быстро, быстро. Старайся, старайся, старайся. У тебя супер получается. Молодец! Хорошо! Теперь давай подключим две руки одновременно. Сразу соединяем с большим пальчиком указательный, средний, безымянный, мизинчик. И в обратную сторону. Мизинчик безымянный, средний, указательный. Ну что, а теперь так же быстро посмотрим, кто быстрее, я или ты. Готов? Поехали! И в обратную сторону. Сразу, сразу, сразу полетели, полетели. Молодец! Молодец! Умничка! Супер! Ты быстрее меня! Я уверена в этом. Как же быстро уже пролетело время. Ну вот мы и добрались до самой загадочной комнаты. Потайной. Как ты думаешь, что в ней? В ней тебя ждут картинки, образы и факты, которые мы с тобой запоминали в самом начале урока. Но картинки будут немножко другие. В этом и есть смысл развития твоего воображения. Посмотри на картинки и вспомни интересные факты. Поставь урок на паузу, и ты сможешь их проговорить или записать в тетрадку. Подсказка. Этих фактов было три. Проверь себя, пожалуйста. Запиши результат в тетрадку. Я очень надеюсь, что тебе понравилась книга про маленьких человечков, и ты захочешь ее прочитать целиком. Постарайся сделать это. Она ведь такая интересная. Начать можно с еще одного отрывка из домашнего задания. Да-да, домашнее задание у нас тоже будет, и оно будет очень интересное, чтобы ты не скучал целую неделю до следующего урока. Чтобы получить его, тебе нужно зарегистрироваться на странице нашего проекта на сайте Smarty Kids. На сегодня это все, ребята. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам большое, что вы старались все запомнить, очень были внимательны и сконцентрированы. Ну что, до встречи. Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.